Три фуры с очередной партией гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик отправились в субботу из Сургута. Груз сопровождают волонтеры. На территории, где ситуация остается нестабильной, доставят одежду, теплые вещи для военнослужащих и населения, строительные материалы и инструменты. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы отправить вот этот груз. Груз общий, тоннаж идет 80 тонн. Также параллельно сегодня готовятся у нас две машины, древесины, которые будут в ближайшие дни направлены туда же. Что касается груза, то здесь у нас находятся вещи, собранные нашими игрчанами, нашими земляками. Также здесь есть какая-то часть медикаментов для наших военнослужащих, мобилизованных. Груз уходит в строительные материалы, оборудование, инструмент для сил центрального военного округа, находящихся в зоне специальной военной операции. Кроме того, для школ и садиков Макеевки собраны здешними школами и садиками гуманитарная помощь. В Горловку уходят для медицинских работников, собранная помощь медицинскими работниками Ханты-Мансийского округа. И Ханты-Мансийская епархия для Донецкой епархии отправляет также гуманитарную помощь. Сбор гуманитарной помощи проходит во всех муниципальных образованиях Югры. Окончательное формирование, упаковка и транспортировка груза осуществляется при поддержке администрации Сургута. В городе работают два пункта приема помощи. В мультимедийном парке «Россия» «Моя история» Югра, а также на проспекте Ленина 67. Сюда неравнодушные граждане могут принести вещи, продукты питания, медикаменты и средства гигиены, которые будут переданы жителям Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Спасибо всем за гражданскую активность. Всем жителям Югры, общественным организациям, которые плотно включились в работу, именно централизованную работу, которую и пытаемся выстроить как на уровне, по сути, общественных организаций, правительства, в части координации именно этих действий. Потому что очень много разных разноплавных гражданских инициатив по сбору и отправке гуманитарной помощи. Большими объемами это все вывозится, и это важно, необходимо поддерживать это.